Детская скиния Глава 14. Работа В понедельник почти все обитатели дома встали очень рано. Агнеса была единственным членом семьи, кто не встал раньше своего обычного времени. Первый крик петуха, прогуливавшегося по двору позади дома, разбудил маленькую Элси. Девочка беспокойно и нетерпеливо сидела в своей кроватке с белыми занавесками, пока ей не разрешили встать, одеться и приступить к своей работе для модели скинии. Эмми склонилась над своей полоской белой ткани до того, как стало достаточно светло, чтобы она могла продеть нитку в тонкую иголку. Утро было темным и дождливым. В течение всего этого безрадостного дня ни разу не выглянуло солнышко. Кап, 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 капал дождик, но никто из детей не переживал, что сегодня они не выйдут из дома. Я нисколько не возражаю против дождя. Я рада, что идет дождь, потому что мы можем спокойно заниматься нашей работой. Кап, кап, продолжал дождик. Тук, тук, ударял молоток Луки и слышался его жизнерадостный свист. Он трудился над своими кусками картона, полосками дерева и отрезками проволоки. Парнишка принялся за свою работу с удовольствием. Как приятна работа, когда у человека есть силы и настроение, чтобы делать ее, и он чувствует, что имеет перед собой достойную цель. Но Дора опередила всех. Она вскочила с постели еще до того, как занялся рассвет. Ей просто не терпелось снова взяться за вышивание. Шум поднявшейся Доры разбудил Агнесу, которая не так хорошо провела ночь, как ее более энергичная сестра. Больную девочку несколько раз беспокоил кашель. «Что с тобой, Дора?» Провормотала Агнеса сонным и довольно жалобным тоном. «Я уверена, что еще не время вставать». «Мне хочется поскорее приступить к работе и что-нибудь сделать до завтрака». «До Рождества еще достаточно времени. Ты еще успеешь поработать. Я хочу, чтобы ты не шумела и не мешала мне спать». «Ты можешь спать, если хочешь. Я не буду шуметь. Что касается меня, то я люблю вставать и заниматься делом. И ты это знаешь, что рано ложиться и рано вставать – секрет быть здоровым, богатым и мудрым». Агнеса ничего не сказала в ответ на старую пословицу, но повернулась и, устало зевнув, снова уснула. Она подумала, что будет достаточно времени, чтобы встать, когда Сюзен позвонит ей без четверти семь. Ей очень хотелось, чтобы Дора не шумела, потому что Агнеса слышала, как та ходит по комнате. Дора нисколько не заботилась о том, чтобы не тревожить сон больной сестры, как и о том, чтобы не позволить матери идти под дождем в магазин. Дора восхищалась собственной энергией и смотрела на Агнесу почти с презрением, как на ленивую, холодную и скучную, в которой не было ни капли энтузиазма. «У нас не было бы модели, если бы вышивку оставили ей». Самодовольно подумала про себя Дора, глядя на свою спящую сестру. Следует помнить, что Дора решила распороть всю работу, которую она сделала накануне. Девочка спешно закончила свой туалет, но так спешила, что забыла застегнуть рукава и надеть воротничок. Затем она открыла свою рабочую шкатулку, достала вышивку и как можно ближе села к окну. Она старалась уловить больше тусклого утреннего света. Можно было ожидать, что Дора забудет помолиться, но это было не так. Она помнила, что нужно встать у постели на колени и торопливо произнести слова молитвы. Не обращая ни малейшего внимания на их значение, она все время думала о своем вышивании. Дора была удовлетворена тем, что повторила молитву, не задумываясь о том, не является ли эта молитва сама по себе грехом. Затем, как и ножницами, девочка приступила к своей работе по распарыванию. Каждый, кто пробовал такое занятие, прекрасно знает, что это одно из самых утомительных и неприятных занятий. Для Доры это было вдвойне важно, потому что она очень восхищалась вышивкой, которую начинала таким образом портить. «Очень жаль, что приходится все это переделывать», подумала Дора, прежде чем прошло две минуты. «Я не буду продолжать эту дурацкую распорку. В конце концов, если я уничтожу каждый стежок своей красивой работы, это не отменит моей вины в том, что я сделала ее воскресенье». Это действительно было правдой. Однажды совершенный проступок не в силах исправить ни одно человеческое существо. «Только обращаясь к Господу за прощением, мы обязаны доказать искренность нашего сожаления о проступке, сделав то, что в наших силах исправить». Дора пошла по более легкому, но более опасному пути. Она пыталась полностью забыть свою вину или компенсировать ее своим усердием в благотворительной деятельности. В это пасмурное утро она действительно шила очень старательно. почти не отрывая глаз от узора, который аккуратно начертила на полотне. Она заполняла карандашные контуры цепочкой, гладью и другими стежками из ярких шелковых и блестящих золотых ниток. «Ой, смотрите! Вы только посмотрите, как замечательная Дора справляется со своей работой!» воскликнула восхищенная Элси, когда в половине девятого дети, вызванные звонком, собрались в столовой, ожидая, когда их мать спустится на молитву. «Как? Неужели ты сделала это все за одно утро?» спросил Лука. Доре было довольно неловко отвечать на этот вопрос. Он застал девочку врасплох. Она ответила уклончиво, что было еще одним обманом. «Я не могла начать вышивать в субботу вечером», сказала она, искренне поздравляя себя с тем, что на этот раз сказала чистую правду. Это как раз и было самой сутью лжи – обманывать, даже если губы не произносят никакой лжи. Поскольку Дора не сшила в субботу, она знала, что Лука будет считать само собой разумеющимся, что она настолько умна и трудолюбива, что сделала всю работу, которую он видел в понедельник утром. Он, конечно, никогда не заподозрит ее в том, что она сделала хоть один стежок в воскресенье. «Какая высветительная работа Доры, правда? Она просто прелестна!» сказала Эми Агнесси, рассматривавшей работу своей сестры. «Неплохо!» Нерешительным тоном произнесла Агнесса. По правде говоря, Агнесса не могла бы выразить более теплого восхищения. Ей вовсе не казалось, что фигуры Херувимов были изящно нарисованы, и она не считала, что цвета идеально сочетались, так как алого было слишком мало по сравнению с фиолетовым и синим. Но в семье все подозревали, что холодная похвала Агнессы исходила из низменных, недостойных побуждений. «Она ревнивая, как кошка. Агнесса не может простить бедняжке Доре, что ей доверили самую трудную часть работы». При этом раздражительный характер Агнессы мгновенно вспыхнул. Она сочла это замечание несправедливым и жестоким. Но в то утро Агнесса не просто произносила слова молитвы, она действительно молилась о том, чтобы благодать победила осаждающий ее грех. И хотя она не могла не возмутиться и покраснела от замечания брата, но крепко сжала губы и стержала страстный ответ, который было очень-очень трудно не произнести. «Агнесса, сколько ты сделала сегодня за утро?» Спросила Элси довольно гордо, показывая свои собственные три дюйма шва на турецкой красной ткани. «Я вырезала свои мухеровые занавеси», ответила Агнесса. Она не хотела говорить, что, повинуясь маме, чинила свои перчатки. «Вырезала? Только вырезала!» Засмеялся Лука, который уже много сделал, вбивая молотком гвозди. «Агнесса, если ты будешь так легкомысленно относиться к делу, то скоро тебя все тоже отрежут, хотя из тебя и нельзя будет сделать занавеси». Агнесса рассердилась на эту шутку, тем более, что Дора и Элси рассмеялись, а Эмми не удержалась от улыбки. Мало кто любит, когда над ним смеются, и раздражительная Агнесса, конечно, не была одной из немногих. Но девочка твердо решила не полагаться на свои собственные силы, а в духе смиренной молитвы слетить со своими устами. Если она не могла говорить ласково, то лучше не произносить ни единого слова. Агнесса не могла принять неприятную шутку с добродушной улыбкой, но она перенесла ее молча, не произнося ни слова возражения. Никто не восхищался Агнессой, никто не похвалил ее в самообладание. Ее считали ленивой, потому что она не спешила заниматься делом, которое не доставляло ей особого удовольствия, и для которого, как она знала, будет еще достаточно времени. Девочка не хотела пренебрегать домашними обязанностями. Ее посчитали ревнивой, потому что она просто сказала правду. Все же в тот день Агнесса начала более благородную работу, чем вышивание пурпуром и золотом. Ее работа была более возвышенной, чем та, которой гордилась Дора. Конец главы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok